В эфире служба новостей Саров 24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте, смотрите сегодня выпуски. История ближе. В музее 1945 появился новый экспонат. На страже деревьев. В третье воскресенье сентября в стране отмечают день лесника. Следуй за мечтой. В клубе Центра внешкольной работы прошел день открытой двери. Далее расскажем обо всем подробнее. Всего пара дней остается до окончания голосования в рамках проекта «Вам решать». Жителям Сарова нужно выбрать один проект, который будет реализован в следующем году. Деньги на него выделят из регионального бюджета. Первый проект предусматривает установку новых уличных площадок в каждый детский сад. Второй – покупку пяти новых автобусов, оснащенных всем необходимым для людей с ОВЗ. Также предложено установить цветовые композиции на главной улице города или купить три новых аттракционов парка имени Зернова. Проголосовать можно в МФЦ или на сайте «Бюджет для граждан Нижегородской области». Проект, который наберет большинство голосов, получит 25 миллионов рублей на реализацию. Опрос продлится до 15 сентября. В музее военно-исторического клуба 1945-й появился новый экспонат. После реставрации на постоянное место дислокации приехал ГАЗ-ММ-42. Это грузовик с металлической кабиной, деревянной платформой с откидными бортами. Такую машину производили в нашей стране с 1939 по 1946 годы. Во время Великой Отечественной войны советский грузовик ГАЗ-ММ, знаменитая «Полуторка», зарекомендовал себя как надежное транспортное средство. Сегодня части этих автомобилей находят в лесах России и Белоруссии. Грузовик, который пополнил коллекцию исторического общества 1945, также обнаружили в лесной чаще. За 70 лишних лет автомобиль лишился старых запчастей. После поиска новых деталей и длительной реставрации грузовик, наконец, предстал в первозданном виде. Автомобиль прошел полную реставрацию. По отдельности были найдены рамы, частично было найдено метлолом. Была куча метлолома, из которого более-менее пригодные детали были взяты, обработаны, переделаны, доделаны. И, соответственно, уже приведена в порядок такой автомобиль. В автомобиле полностью заменили крышу, капот, крылья, платформу, электрооборудование, тормоза и рулевое управление. После реставрации автомобиль сразу показали на выставках в Москве и Казани. Здесь мотор очень интересный. Мотор 1936 года попался, на котором еще выбито завод имени Молотова. Потому что на последних лет там была выштамповка газ. Тут интересный такой. За ним охотили. Даже у меня выпрашивали его. Может, ты продашь нам. Потому что такие моторы очень ценные для тех, кто реставрирует ремки автомобиля. Советский грузовик выпускался Горьковским автомобильным заводом. В народе его прозвали «Полуторкой» из-за грузоподъемности полторы тонны. Во время Великой Отечественной автомобиль пользовался большой популярностью за счет мощного двигателя. Автомобиль отреставрирован. И уже сегодня он отправится в мото-гараж, где будет радовать глаз саровчан. А в мае 2020-го он примет участие в военном параде. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. 19 сентября в библиотеке имени Маяковского пройдет занятие школы здоровья «Диабет в деталях». Главный врач-эндокринолог, внештатный специалист Министерства здравоохранения Нижегородской области Елена Колбасина расскажет об этой болезни и ответит на вопросы саровчан. Встреча пройдет в рамках проекта Нижегородского регионального общественного движения «Медицины.Мы» при финансовой поддержке Госкорпорации «Росатом». Начало в 10 часов, вход свободный для лиц старше 12 лет. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Подготовка к отопительному сезону выходит на финишную прямую. Об этом сообщили в прислужбе правительства региона. Сейчас в Нижегородской области к пуску тепла готовы почти 90% домов. Полностью этот процесс должны завершить к 15 сентября. Такое поручение профильным министерствам и главам муниципалитетов дал глава региона Глеб Никитин. По его словам, к указанной дате все объекты, все системы и котельные должны быть готовы к пуску тепла. «Саровчан» приглашают на фестиваль «Малые жемчужины России». Он пройдет в городе Темников в воскресенье 15 сентября. Начало в 11 часов. В программе выставка ярмарка народных ремесел, дегустация продукции местных производителей, выступления артистов и мастер-классы. Также гости фестиваля с экскурсиями прогуляются по старинной части Темникова. Молодежный центр приглашает «Саровчан» от 12 лет независимо от возможностей здоровья принять участие в новом проекте «Театр равных». Под руководством волонтера Елены Севцовой все желающие смогут обучиться современным пластичным этюдам и принять участие в особом виде театральной постановки. Первое занятие пройдет в понедельник, 16 сентября. Начало в 16 часов. Более подробную информацию можно получить по телефону 991-12. В третье воскресенье сентября отмечают профессиональный праздник лесники. Люди, которые своим благородным трудом сохраняют и приумножают лесные богатства и способствуют их рациональному использованию. Лесники сегодня не только охраняют угодья от незаконной рубки или охоты, но и участвуют в посадке новых массивов, контролируют здоровье растений и деревьев, поддерживают в исправном состоянии наблюдательные посты. Представители профессий, связанных с лесом, есть и в нашем городе. Иван Ромашкин пришел в лесхоз нашего города 44 года назад техником-лесоводом. Затем стал помощником лесничего, а сейчас работает главным лесничем. Иван Михайлович следит за порядком в лесу, контролирует своевременную вырубку сухостоя. Выбираем весь сухостой, валеж, который у нас в лесу делается, определяем объемы, породный состав. И, значит, если есть возможность организации какой-то выдать этот лес, или, значит, частным порядком в небольших количествах, мы его отпускаем и стараемся, чтобы у нас в лесу было чисто, красиво и хорошо, чтобы люди наши ходили, отдыхали в хороший лес. Занимаются лесничьи и посадкой деревьев. За свою трудовую жизнь Иван Ромашкин вместе с коллегами посадили около 500 гектаров леса. В основном сажали сосну. Земля в нашей местности песчаная, хорошо подходит именно для хвойных пород. Сейчас вот этот лес молодой можно увидеть на протяжке, когда вот едем по железной дороге. Лес растет на Филипповке, растет лето. Ну и в других местах, где были у нас вырубки сплошные, на этих сплошных вырубках делали искусственную посадку леса. Весь лесопарк в нашем городе занимает более 6000 гектаров. Их обслуживает около 20 человек. Весь лес разбит на участки, которые закреплены за конкретными лесниками. Каждое утро они обходят свою территорию и наблюдают за порядком. Стать лесником может не каждый. Для представителей этой профессии важна хорошая физическая форма. Для лесника важно, чтобы он был здоровый, крепкий, чтобы у него все нормально было, чтобы он мог ориентироваться в лесу. Не мог как лесник заблудиться в своем лесу. Бывает, что если лесник не ориентируется в лесу, мы стараемся таких лесников не принимать на работу. Лесник сегодня непростая, но очень значимая профессия. На их плечах лежит забота о сохранении нашего национального богатства. И лесничьи в Сарове делают все возможное, чтобы лес был ухоженным и здоровым. Все у нас работники хорошие, работают очень хорошо. Я всем им благодарна за то, что относятся очень хорошо к своей работе. И вот мы сохраняем вот это вот наш такой замечательный лес. Но и помощь жителей лесникам тоже необходима. Беречь лес, легкие планеты – это задача каждого из нас. В начале сентября дети выбирают, чем будут заниматься в свободное от учебы время. Многие приходят в клубы по месту жительства – центрование школьной работы. В них для детей работают разнообразные творческие студии, спортивные секции и объединения по интересам. Записаться в кружки можно было на днях открытых дверей. Последним ребят принимал клуб «Мечта». Взяв в руки два листа бумаги, дети сложили их на несколько частей. После связали нитками и прикрепили готовый вариант на специальную палку. И вот готова летняя бабочка. Изделия из бумаги смогли смастерить все гости дня открытых дверей в клубе «Мечта». На протяжении всего вечера педагоги рассказывали детям и их родителям о своих студиях и приглашали всех желающих принять участие в мастер-классах. Не переживайте, если у вас не получается. Со временем вы научитесь. Ирина Гичук – преподаватель по пауэрлифтингу. Больше 10 лет она обучает детей технике классических и силовых упражнений. Учит грамотно приседать и выполнять жим со штангой. Мы занимаемся с детьми от 14 лет. Занимаются в моем объединении юноши и девушки. Занимаемся специальной физической подготовкой. Это упражнения с гантелями, на тренажерах, со штангой. Для того, чтобы при мере подготовленности участвовать в различного рода соревнованиях. В клубе по месту жительства «Мечта» есть место не только для тех, кто хочет позаниматься в тренажерном зале или накачать мышцы. Если есть желание танцевать народную, современную и классическую хореографию, студия «Колорит» приглашает к себе. А любителей поиграть в настольные игры и попробовать себя в большом коллективном творческом деле ждет игротека. Ребята приходят в свободном посещении, пообщаться, поиграть. Ну и игротека у нас отвечает за все большие мероприятия, которые вообще творятся в этом клубе. Учатся и театрализации, выступают на сцене. Здесь очень весело. Здесь все общаются друг с другом. Можно поиграть, когда скучно. Здесь настолько весело и здорово, я бы записалась везде. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей, Саруф-24. На стадионе «Икар» прошел летний чемпионат и первенство города по легкой атлетике. Участникам предстояло пожелание преодолеть различные дистанции. В том числе можно было пробежать 3 километра. В соревнованиях приняли участие сотрудники «Арфеатснеф» и муниципального сектора, ветераны спорта и начинающие бегуны. Мне через месяц будет 80 лет. Спорт дал Вячеславу Михайловичу Линнику здоровье и долголетие. Он не представляет своей жизни без физкультуры. И даже в столь почтенном возрасте ветеран спорта решил принять участие в городских соревнованиях по легкой атлетике. И подал заявку на 3 километра. Говорит, что бежит не ради победы, а чтобы проверить свои силы. С его плечами много больших соревнований. Спортом он начал заниматься с детством. 32 марафона я классических пробежал. Это по 42 километра. И один раз 100 километров. В Уфе. Ну, правда, тяжеловато было. Соревнования по легкой атлетике проводятся в нашем городе более 30 лет. В первенстве участвуют все желающие спортсмены, как любители, так и профессионалы. А в чемпионате только сильнейшие бегуны. Мы выявляем сильнейших спортсменов и подведение итогов за этот год. Поэтому, как бы, сезон уже заканчивается. Результаты были сильнейше показаны на чемпионатах Европы, мира, России. Поэтому, ну, как бы, подведение итогов. В программе соревнований забеги на 100, 400, 800 метров и 3 километра. Второй год подряд состязания по легкой атлетике проводятся одним днем. Просто сократили программу в связи с тем, что на прыжке в длину с разбега у нас мало участников. И стафета 4 по 100 тоже, как бы, команды не набираются. Иван Сметанин считает легкую атлетику своим профильным направлением. Он постоянно участвует в спортивных соревнованиях различного уровня. В этот раз мужчина подал заявку на 3 километра. Дистанция не из легких. По беговой дорожке стадиона нужно пробежать 7 кругов. Без подготовки такое расстояние не преодолеть. На самом деле второе дыхание нужно открывать на разминке. Собственно, разминка, она и нужна для того, чтобы так называемое второе дыхание открылось. Нужно размяться хорошенько, тогда во время начала бега будет открыто второе дыхание, на котором надо бежать. Его шестилетняя дочь Маша тоже приняла участие в соревнованиях и заняла второе место на дистанции 100 метров. Пока легкотлеты бежали короткие дистанции, на улице стемнело. Старт на 3 километра давали при свете фонарей. Лакомство, которое лечит. О чудодейственных свойствах меда ходят легенды. В его целительной силе убедились миллионы людей по всему миру. А мед свежего урожая сладкоежками ценится особо. Десятки его сортов можно не только приобрести, но и продегустировать в Центре культуры и досуговнеев. На этой неделе там пройдет ярмарка «Медовая феерия». Темный, светлый, чистый и с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в Дворце культуры и досуговнеев. С 13 по 15 сентября там проходит ярмарка «Медовая феерия». Качество этого полезного лакомства спасики пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловы лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент меда удовлетворял каждого. Поэтому на медовой феерии можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А еще, любимый многими, хвойный мед. На щитовидную железу хорошее действие оказывает. Потом против простудных заболеваний. Он обладает противовоспалительным свойством. Впервые на медовой феерии мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И как и любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогают работе сердечно-сосудистой системы. На ярмарке есть липовый, майский, цветочный, высокогорный мед. И мед с акацией, который полезен и подходит как взрослым, так и детям. Мед с акацией очень хороший мед. Он, во-первых, не кристаллизуется. Он очень долго стоит в жидком виде. И полезен детям. Аллергию не вызывает. На ярмарке медовой феерии вам предложат и сами продукты пчеловодства. Перга, пыльца, маточное молочко и настойка прополиса на воде. Для детей очень хорошо сейчас актуальна смена температуры. Это как аэрозоль брызгает в горло. От насморка тоже можно ее применять. Потом, если ожоги, не дай бог, это тоже обладает противовоспалительным действием. Все сорта можно попробовать лично. И остановиться на том, который больше понравится. Не пропустите. Ярмарка медовой феерии работает во Дворце культуры и досуга в Нев с 13 по 15 сентября с 10 утра до 6 вечера. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова